В этом видео вы узнаете, какое соглашение заключил Ризли с покойным отцом Навии, немного о будущих персонажах из Фонтейна и какие дурные привычки от Ризли перенялась и Джвин. По классике, после выхода видео с основной историей персонажа, в данном случае Ризли, на канале выходит некое продолжение этой истории. Ну и как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о том, как Герцог Ризли взаимодействует с другими персонажами Геншина. Хоть и сам Герцог редко покидает крепость Меропит, через Войслайн и нам открываются некоторые детали его отношений с жителями Тайвата. Затягивая сцепление, думаю, больше нет смысла, так что начинаем. А первый у нас на очереди Навия, или Навия. Короче, слушаем. This isn't because I don't trust Навия or her abilities. In fact, I hold her in quite high regard. The only reason we continue to stay out of each other's way is because I want to honor the agreement I made with the late Mr. Калас. По словам Ризли, крепость Меропит и Сминадирасула сотрудничают только по вопросам логистики и поставок. Причина в том, что Ризли когда-то заключил соглашение с покойным Каласом держаться от Навии подальше. Но на самом деле Ризли очень ценит Навию и её способности. Просто из-за уважения к данному Каласу Славу он вынужден ограничивать контакты. Или он просто не хочет общаться с Навией и придумать какие-то причины. Ладно, если без шуток, то слова Ризли демонстрируют приверженность данным обещаниям. Как вы можете помнить, Ризли попал в крепость за совершение страшного преступления. Подробности говорить не буду. Если интересно, можете посмотреть в прошлом видео. Так вот, сегодня мы узнаем ещё некоторые подробности этого суда. Из слов Ризли можно понять, что на его судебном процессе Фурина быстро потеряла интерес и ушла. Потому что он сразу признал свою вину. Очевидно, она рассчитывала на зрелищное разбирательство, а тут такой спад. Ризли считает, что разочаровал Архонта. Поэтому он теперь вынужден задабривать её подарками в виде дорогого чая. Похоже, правитель крепости знает слабости Фурины и умело ими пользуется. Остаётся надеяться, что она не обидится на такие взятки и не устроит Ризли в неочередную проверку. Ну и в конце концов, кто не любит чай в подарок? А если вы тоже хотите выбивать новых персонажей? На сайте Genshin Drop можно купить кристаллы и уну дешевле, чем в игре. Это полностью безопасно, ведь нужен только ваш UID. Моментальные выводы, конкурсы, раздачи и ивенты. Всё это тебя ждёт на Genshin Drop. Также на сайте появились полностью бесплатные коробки. Для открытия которых достаточно участвовать в активности сайта и отмечаться каждый день. А по промокоду на экране вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Паймен. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. В этом видео будет ещё достаточно отсылок на его историю. Поэтому ещё раз напоминаю, что лучше сначала посмотреть прошлое видео. Итак, мы уже знаем, что Невелит присвоил ему титул герцога. Также Юдок считает, что Ризли достоин доверия. Но давайте послушаем о странной встрече между этими двумя. Из слов Ризли понятно, что он заставил Невелита полностью мокрым под дождём у дворца. Хоть и Ризли предложил ему зонтик, Невелит всё равно выглядел расстроенным. Видимо, Юдоксу нравится гулять под дождём, а Ризли случайно нарушил его уединение. Невелит, конечно, вежливо поблагодарил за заботу, но ему явно было неловко. Похоже, Ризли до сих пор не может понять причуды этого странного человека. Но кто из нас и любит иногда походить под дождём в одиночестве? Так что не стоит судить Невелита строго за его маленькие радости. Не пишите, пожалуйста, в комментариях про то, что когда идёт дождь, всё это значит, что гидродракон плачет. Знаете, что ещё объединяет этих двоих? Правильно, любовь к мелюзинам, особенно Сиджвин. Невелит говорит, что если узнает, что Сиджвин кто-то обижает, то спрашивать будет именно с Ризли. О герцог крепостей говорит следующее. По его словам, медсестра Сиджвин очень добросовестна и заботится о людях. Однако она переняла у него одну дурную привычку. Устраивать с мелюзинами соревнования, кто больше наклеит стикеров на вещи Ризли. Видимо, Сиджвин и раньше была немного озорной, раз так легко поддалась ему плохому влиянию. Хотя сам Ризли утверждает, что ему это не мешает. Но можно представить, как он расстраивается, когда находит очередной стикер на своём костюме. В целом, несмотря даже на мелкие шалости, Сиджвин искренне предана своему делу помощи людям. Так что я думаю, не проблема. Если ради развлечения, она иногда приклеивает пару наклеек тайком. О, и чуть не забыл. В начале видео я говорил про новых персонажей Фонтейна. На самом деле, видео про них уже есть на канале, но Ризли даёт ещё немного информации. Субтитры создавал DimaTorzok. Most inmates seem to gain a new level of respect for the rules after receiving attention from the Special Security and Surveillance Patrol. As the captain, Шев Роз is an instrumental part of that team. The Fortress of Meropee doesn't need her services. Some things are best preserved the way they are, warts and all, so people don't make the same mistakes twice. I say warts, but, yeah, I mean the smell. Услуги Эмилии по производству духов в крепости Meropee не требуются. Возможно, у них в прошлом были какие-то разногласия, и он предпочитает держать её на расстоянии. Намёк на запах интересный. Может быть, он недоволен качеством продукции Эмилии, или просто не любит сильные ароматы. Так или иначе, похоже, он настроен к ней настороженно и не горит желанием сотрудничать. Хотя, зная мастерство Эмилии в создании духов, может, ему стоит дать ей второй шанс? Как говорится, аромат хороших духов способен улучшить настроение даже самого мрачного человека. Что касается Шеврёза, то Ризли отзывается о нём положительно. Он говорит, что капитан особого патруля хорошо справляется со своими обязанностями по надзору за заключёнными. Похоже, с будущими персонажами у Ризли неоднозначные отношения. Он явно настороженно относится к Эмилии, в то время как Шеврёза уважает как настоящего профи. При всём этом Ризли и тут остаётся загадочным, ничего прямо не высказывая. В общем, как всегда, держит всех в тонусе. А на этом я буду заканчивать. Честно говоря, из последних персонажей Фонтейна больше всех мне понравился именно Ризли. Что его история, что их взаимоотношения на хорошем, даже превосходном уровне. А что думаете вы по поводу этого всего, пишите в комментариях. Ну и по классике не забывайте подписываться, не скипайте диалоги в игре. И всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok